Предлагаю мальчишкам и девчонкам познакомиться с новыми книжками, поступившими в фонд каковинки. Ирина Коршунова «Мама для лисёнка». Маленький лис прятался в зарослях и дрожал от страха. Он дожидался маму. Вот только мама его никак не могла прийти, потому что её убил охотник. Вшло время, заморосил дождик, и лисёнку становилось всё страшнее и страшнее. Он замёрз, он проголодался, он дрожал и скулил. В это время мимо бежала чужая лиса. Она слышала, как дрожит и скулит лисёнок, но хотела пробежать мимо. Она оставила в норе троих малышей, и они тоже ждали свою маму. Чужой лисёнок так жалобно скулил, что лиса решила заглянуть под кусты. «Что с тобой?» Спросила она и тронула лисёнка лапой. В ответ лисёнок задрожал ещё сильнее. Обычно так дрожат лисята, когда хотят есть. «Почему ты прячешься здесь?» «Совсем один», — удивилась лиса. «Где твоя мама?» Она наклонилась к малышу и понюхала его. «Ничего особенного. Пахнет лисёнком». Шёрстка у него была нежная и немножко волнилась, как у всех лисят. «Бедный найдёныш», — сказала лиса и провела лапой по его спинке. Лисёнок перестал скулить. Незнакомая лиса пахла почти как его мама, и она была такой же тёплой. Лисёнок пополз под брюхо лисе, чтобы найти молоко. Лиса отступила, ведь этот малыш был не её сыном, а чужим лисёнком. У неё трое своих малышей, так что в первую очередь нужно думать о них. Лисёнок снова заскулил. Лиса видела, как он вновь задрожал от холода, поэтому она не ушла. Лиса улеглась рядом, чтобы согреть его. И он немедленно зарылся в её тёплый мех, нашёл и начал сосать молоко. Он попискивал, фыркал, стонал от удовольствия. Глотал молоко и никак не мог остановиться. «Ешь, ешь, найдёныш», — сказала лиса. «Ешь досыта». Лисёнок вдоволь напился молока и уснул. Лиса всё ещё лежала рядом и грела его. Она радовалась, что найдёныш наелся и уснул. «Может быть, его мама скоро вернётся», — подумала она. Но мама лисёнка не приходила. Тогда лиса встала. Она и так слишком долго тут задержалась. Нужно возвращаться домой к своим детям. «Спи, найдёныш», — прошептала она и хотела уже вылезти из зарослей. Но потом остановилась. Она стояла и смотрела прямо на лисёнка. Она не могла оставить его одного. Ведь она его согрела. Она его накормила. Теперь ей захотелось забрать его с собой. Очень осторожно она взяла его зубами за холку. Лисёнок проснулся и тихонько взвизгнул. Тогда лиса положила его в траву и провела языком по его маленькой голове. «Не бойся, найдёныш», — сказала она. «Мы пойдём домой». И она отправилась в путь с лисёнком в зубах. До норы было ещё далеко. В лесу было тихо. Но вдруг лиса насторожилась и прислушалась. Где-то вдалеке залаяла собака. «Охотничий пёс!» Собачий лай приближался. И лиса испугалась. Об этой собаке она слышала не раз. Слышала, как этот пёс охотился на лисиц. А когда догонял их, То хватал без жалости И душил добычу. Или даже убивал. И вот теперь этот пёс гнался за ней. «Хватай, хватай, хватай!» — лаял пёс на бегу. «Хватай, хватай, хватай!» И лиса побежала. Она бросилась в чащу, Пытаясь избавиться от погони. Но теперь в зубах у неё Висел маленький чужой лисёнок. Поэтому быстро бежать она не могла. Пёс настигал её. Он хрипло лаял всё ближе и ближе. Лиса обезумела от страха. Она подумала, что у собаки острые зубы. Она подумала о тех лисицах, Которых он уже поймал. Она захотела бросить лисёнка И спасти свою жизнь. Но она этого не сделала. Она держала лисёнка в зубах И бежала изо всех сил. Она почти летела над землёй. Пёс гнался за ней. Лиса уже тяжело сопела, Почти задыхалась, Едва дышала. Но лисёнка она не бросила. Вот ещё один поворот. Лиса почула воду И рванулась к ней. Перед лисой Бежал широкий ручей. Лиса вошла в русло И переплыла на другой берег, А потом спряталась в зарослях. Бежать лиса больше не могла. Она улеглась И стала ждать пса. И он скоро явился. Он бегал по берегу. Он искал добычу. Он яростно рычал, Выл И жадно втягивал носом воздух. Он принюхивался. Но лисьих следов не нашёл, Потому что вода смывает все следы. Пёс несколько раз Пронёсся вниз и вверх, Туда и сюда, по ручью. А потом повернулся И исчез в чаще. Лиса лежала в кустах И прислушивалась. Собачий лай становился Всё тише, удалялся, Пока совсем не стих. Мы в безопасности, найдёныш. С облегчением вздохнула лиса И, наконец, выпустила лисёнка из пасти. Он упал в траву. Прижался к лисе И немедленно пополз к ней под брюхо. Лиса опустила голову на лапы. Ей нужно немного отдохнуть, Чтобы отправиться дальше. «Ну что, найдёныша!» Сказала она, чуть погодя. «Нам нужно идти домой!» А между тем в лесу наступил ветер. В сумерках лиса бежала домой С лисёнком в зубах. До норы было уже недалеко. Барсук встретился ей на пути. Барсук остановился. Он уставился на лису с лисёнком И спросил, «Что это ты несёшь?» Лиса хотела пробежать мимо. Но барсук пригородил ей дорогу И снова спросил, «Что это ты несёшь?» Хотел бы я знать. Лиса опустила лисёнка в траву И встала прямо над ним. Затем подняла голову И показала барсуку зубы. «Это мой найдёныш!» Сказала она. «Найдёныш?» Удивился барсук. «Зачем он тебе?» «У тебя и так трое лисят!» «Отдай мне его!» «Мне хочется его съесть!» «Убирайся, барсук!» Зарычала лиса. «Я хочу его уберечь!» «Я кормила его своим молоком!» «Я его согревала!» «Я вместе с ним убежала от охотничьего пса!» «Этот найдёныш мой!» «Но мне хочется его съесть!» «Обирайся, барсук!» Она ударила его лапой по морде. «А потом ещё!» «Убирайся, барсук!» «Барсук зарычал!» «Он показал зубы и снова прыгнул на лису!» «Он был ловким и сильным!» «Но лиса тоже была сильна!» Она дралась за лисёнка, и от этого сил у неё прибавилось вдвое. Она вцепилась в барсука когтями и вонзила в него зубы. Барсук тоже укусил её за бок и больно ударил по морде, но боли лиса не почувствовала. Она подумала о найдёныше и решила, что будет драться, сколько хватит сил. Наконец барсук отступил. «Ну и забирай своего найдёныша!» – прошипел он на прощание и убежал. Лиса посмеялась ему вслед. «Пауки да улитки! Вот какая тебе еда!» – воскликнула она. Тут она снова почувствовала, как дрожит лисёнок. Она наклонилась и облезала его маленькую голову. «Всё хорошо, найдёныш!» – сказала она. «Мы уже дома!» Она схватила лисёнка в зубы, подбежала к своей норе и проскользнула внутрь. «Я вернулась!» – сказала лисица. И трое её детёнышей бросились к ней навстречу. Они проголодались. Они поползли к своей маме под брюхо, чтобы найти молоко. А лисица подтолкнула к своим детям чужого лисёнка. «Я вам кое-что принесла!» – сказала она. Найдёныш взглянул на лисят и тревожно захныкал. И лиси и детёныши заскулили в ответ. «Это найдёныш! Он будет жить с нами!» – сказала лиса, облизывая всех четырёх детей. Трое лисят обнюхали чужака. Они обнюхали его с ног до головы. Запах у него был точно такой, как у их мамы. И поэтому лисята перестали бояться. Найдёныш тоже обнюхал их всех. Он обнюхал одного лисёнка за другим. Все они пахли точно так же, как лиса. И найдёныш тоже перестал бояться. «Ну, хватит нюхать друг друга!» – сказала лиса. «Вам пора подкрепиться!» Тогда четыре лисёнка зарылись в густой мамин мех и принялись сосать молоко. А когда наелись, то стали вместе играть. Они играли так. Сначала нападали, а потом убегали. И ещё так. Одни подкрадывались, а другие прятались. И ещё так. Подманивали одного и наваливались на него кучей. Они рычали и урчали, и шипели, и кусались, и облизывали друг друга. Лиса смотрела на них. Она зализывала свои раны и смеялась, глядя на детей. На следующее утро лиса выскользнула из норы, чтобы пойти на охоту. Прямо у входа она повстречала соседку. «Я слышала, ты дралась с барсуком!» – сказала соседская лиса. «Бог ещё болит?» «Не так уж и болит», – сказала лиса. «А как поживают трое твоих лисят?» – спросила соседка. «Спасибо, хорошо», – ответила лисица. «Они сосут молоко, играют и растут. Только их не трое, их четверо». «Четверо?» – удивилась соседка. «Странно, вчера их было трое. А сегодня четверо», – сказала лиса. «Четвёртый лисёнок найдёныш. И ты хочешь его оставить себе? У кого трое своих лисят, тому найдёныши не нужны». «Мало ли, что нужно и что не нужно», – ответила лиса. «Я его согрела и накормила своим молоком. Я принесла его к себе в нору с другого края леса. Я убежала с ним от охотничьей собаки и даже подралась с барсуком из-за него. Найдёныш будет жить у меня». «Какая ты глупая!» – сказала соседка. «Подрастут твои дети. Им понадобится мясо. Неужто ты будешь охотиться ради чужого детёныша?» «Где сыты трое лисят, там хватит еды и четвёртому», – сказала лиса. «А твои советы мне ни к чему». Соседка покачала головой. «Ну и пожалуйста», – сказала она. «И что же такого особенного в этом твоём найдёныше?» «Особенного», – задумалась лисица. «Ничего такого особенного в лисёнке она не замечала». «Не знаю», – сказала она. «Погоди, я тебе его покажу». Лиса проскользнула обратно в нору, чтобы вытащить найдёныша. Но узнать его она не смогла. Она посмотрела на первого лисёнка, затем посмотрела на второго лисёнка, а потом на третьего и четвёртого. Все они выглядели, как её собственные дети. Тогда она обнюхала одного за другим первого лисёнка, второго, третьего и четвёртого. Запах у них был одинаковый. Каждый из них мог быть найдёнышем или не мог. «А ну, подойди ко мне, найдёныш!» – поманила она. К ней подбежали сразу все четыре лисёнка и тут же зарылись в её густой мех. Лиса высунула голову из норы. «Прости, соседка, я не могу тебе его показать!» – сказала она. «Я понятия не имею, кто из лисят найдёныш!» «Вот ужас-то!» – воскликнула соседка. А лиса засмеялась. «Что тут такого?» – сказала она. «У меня есть четверо лисят, и я люблю их всех одинаково!» В этом всё дело!» «Да?» – изумилась соседка. «Может быть, ты и права! Мне надо это хорошенько обдумать!» С той поры найдёныш перестал быть найдёнышем. Он стал сыночком лисы, а лиса стала его мамой. Она его поила и кормила. Она его защищала. Она научила его всему, что должна знать порядочная лисица. Так лисятые жили все вместе до тех пор, пока не начали сами заботиться о себе. Как это принято у лисиц. Конец. За этой и многими другими интересными детскими книжками приходите в каковинку.